I have ways of blowing things up. А что мне делать со всеми этими шмотками? Как вы видите, сверху это вещи, которые одеты на мне сейчас. Снизу это вещи, которые я подобрал в канализации. Вот. И вроде как они хорошие, они классные. Но они чуть-чуть уступают, блин, во всем. Потому что на мне одеты. Кроме того, что вот на сапогах, нижних сапогах импульса побольше, так на полторы единицы. Вот, во всем остальном... Но опять же, как на сапоги влияет импульс? Потому что я скорее буду замахиваться пинки давать, я не знаю, зачем мне это надо. Или я буду скорее бежать. Вот тут такая фишечка. Импульс на одежде. Я понимаю, импульс на оружие, что дает импульс на одежде. Это как мне расценивать, как это все будет работать. Вот, и я не знаю, что мне с этими вещами делать. По-хорошему они хуже. И зачем я их с собой тогда таскаю? То есть я шел в канализацию за шмотками. А шмотки там оказались хоть и хорошие, но они хуже. Поэтому я, наверное, вот здесь их выложу возле входа. Чтобы я точно знал, если что, где их найти потом. Но сейчас-то они мне уже не нужны. Так что, наверное, сделаем вот так. Так же, где у нас тут были наколенники. Наколенники вот эти у нас, наверное, тоже уйдут. Они такие себе уже. И я думаю... Я думаю вот насчет этих сапог. Ну, насчет этих тапочек. Ладно, тапочки пусть пока что поваляются. Я не уверен. Хорошо, ребятушки. Да, я сочувствую вам, что у вас последние две серии вытекали глаза. Они вытекали и у меня. Но поймите меня правильно. Какие были предпосылки для того, чтобы я зажигал лампочки? Ну, то есть... Поймите меня правильно. До этого все уровни, все подземелья, все, что только можно, были эти лампочки. Но никогда нельзя было их зажечь. Никогда. Ни разу. Вот. Тут я прихожу в подземелье. С чего бы мне думать, что эти вдруг можно зажечь? Я не то, чтобы не искал. Я даже не задумывался над этой возможностью, что лампочки можно зажигать. Естественно, это был бы офигительный вариант для того, чтобы комфортнее играть и для того, чтобы видеть, где я уже был. Но, извините, мне такое в голову не пришло. А комменты ваши я увидел только вчера. А к вчерашнему моменту, как вы понимаете, обе серии по данжу были уже записаны. А вот как раз одна из них вышла. И, в общем-то, как-то... Да, вот так. В следующий раз, конечно же, я буду обязательнейшее это чекать. Теперь. Хорошо. Насчет камушков. Давайте экспериментировать. Да, мне еще говорили точно-точно-точно. Еще сказали, что, мол, возьми камушки, повыкидывай их в темной комнатке. Я этого пока что не сделал. Я как-то забыл, когда в прошлый раз играл. Может быть, мы сегодня так попробуем. Меч. Итак, меч. Сказали, что, во-первых, камни можно спокойно втаскивать и вытаскивать, что очень круто. А во-вторых, сказали, что неправильный камень просто не даст эффекта. Хорошо. Синий камень. Давайте, наверное, знаете что? Иди сюда в инвентарь. А ты иди сюда в руку. Мы будем таким образом видеть меч. Видеть все, что с ним происходит. Я не знаю. Синий камень визуально пока что ничего не дал. Давайте попробуем вот зеленый. Хорошо, ребят. А такой вопрос. Увижу ли я этот визуальный эффект какой-то на мече или нет? То есть, да, круто. Но... Это не ты. Вот ты. Красный камень. А, собственно, что я должен... Как... Ну вот я его вставил, да, и чё? Мне идти с кем-то драться теперь, чтобы он проявился? Стоп, секундочку. Давайте еще на секунду сразу... А, глядите! Смотрите, как это... Как интересно-то стало. У него же... Так, на моем режущий... Блин, надо сейчас... Секунду, ребят, секунду, секунду, секунду. Я только что просто остановил запись и пересмотрел свою же собственную запись. Короче, смотрите, какая фишка-то творится. Секунду, если камень вытащить... Смотрите, насколько у него режущий урон стал огромный. Ну, то есть, он был наполовинку больше, чем у моего меча. Теперь он стал... Тут у нас 5... Раз, два, три, 4,5. Тут стал... Раз, два, три, 4, 5,5. На целую единицу выше. Это очень... Не очевидно проявляется. Минуточку. Что? Он самозатачивающийся? Какой бы фиг он становится острее, острее, каждый раз, когда я его открываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У него сейчас 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, черт побери. Я только что его открывал, не хватало половинки, вы же видели. И все, он стал заточен... Хорошо, такой тогда вопрос. Оставлять камень внутри? Или это просто время от времени вставлять камушек для заточки? Как это работает? Ну, он мне пока что показывает вот эту характеристику, максимальную. Давайте я похожу тогда с ним какое-то время. Наверное, даже... Давайте я его переставлю на... На главное. Сейчас. Так, я не могу сделать, да? Хорошо. Давайте вот так. Вот так. И вот эту саблину второстепенную. Я повставлял в него камушков. И он заточился. Но при этом камушки я сейчас вытащил. Он сейчас у меня без камня, но все равно показывает вот этот показатель. Это очень... Странно, не странно, даже не знаю. Так, во всем остальном он... Этот меч... Блин, он хорош. Кроме того, что он стал бешено режущим. Просто, блин, у него там... Показатель. Так, все остальное осталось такое же, как и у моего меча. Только он, кстати, потяжелее. Да-да-да. А это, кстати, странно. Потому что он костяной. Ха. Ладно, ладно, ладно. Минуточку. Возможно, он будет... Давайте мы кое-что проверим. Возможно, он будет затупляться. Давайте мы вставим в него камушек на тот случай... Ну, как бы я... Я вот не знаю, как эта механика будет сейчас работать. Но, как мне кажется, допустим, при каждом ударе он будет потихонечку затупляться. Написано же, что кажется, что он необычайно хрупкий. Возможно, и за счет этого он при каждом ударе будет затупляться. И, чтобы его подзатачивать, там как раз и нужно гнездо. То есть, с такой стороны я могу понять мастера, который делал это. Ладно. Мы сейчас, кстати, если вы видите, мы идем не в механическую дверь. Мы идем... Где мы окажемся? А это... А это случайно не големы? Что-то вот эта штука очень похожа на... Знаете, сами знаете, что... Опять же, паучок на стене. Сейчас мы посмотрим. Ты кто такой вообще? У меня такое ощущение, что мы обратно к големам пришли. Карты этого этажа у меня, конечно же, нету. Что это за вазы? Вроде не прокликиваются. А назад я могу выйти? Могу. Дверь просто закрылась, но назад я выйти могу. То есть... Хорошо. Чисто теоретически. Давайте идти медленно. Внимательно. И... Ну, просто в прошлый раз знакомство с големами меня совсем не обрадовало. Посмотрим, что будет в этот раз. Так, у нас зал 4 колонны, потом зал с колоннами вперед. По музыке, да, это этаж с големами. Я буду время от времени, наверное, поглядывать на этот меч. Что с ним творится. Тогда погодите, ребят. А, черт, да, это этаж с големами. Что в тебя? Вон я вижу эту тварину. Ты кто такой? Паук. Хорошо. Давайте исходить из обратного. Туда, где големы, я пока не пойду. Окей? Я примерно, я думаю, что я понял, как срабатывают эти механизмы. Что тут нету как таковых скриптов. А это все равно скрипты. Ну, да, ладно. Вот. О, вон там дверка полуоткрытая. Очень призывно. Тут голема нету? Нет. Тут, короче, там, где големов нету, можно пока расслабиться. Сами по себе они не встают, пока я не приближусь к той двери, которую они охраняют. Так что, должно быть пока неплохо. Мы все время прямо идем. Мы все время идем прямо, но это прямо у нас на восток. Прямо на восток. Фух, блин, я на секунду сейчас... Да, немножко струхнул. Помещение, помещение. Не прокликивается. Пойдемте туда посмотрим. Где можно пройти без них, я, естественно, буду проходить без них. Так, хорошо. Почему тумбочки не прокликиваются? Вы че? Ну, это же... Тумбочка. Я хочу ее открыть. Чего я не могу это сделать? Тут... О, я хотел сказать, тумбочки некликабельные, но это открылось. Здесь у нас бутылка и... Ножницы... Хе, круто. Почему это... Я понял. Так, вот это у нас ничего не открывается. О, тут у нас мебель, которую можно двигать. Серьезно? Вообще, если что, я буду стульями в големов кидаться. Просто, чтобы они ногами запутались и сдохли там. Я не знаю, как это делать. Коробочка. Только что, блин, ребят, серьезно. Только что я кликал на этот шкафчик, на эту тумбочку. Она не открывалась. Сейчас я кликаю, там коробочка и все хорошо, все нормально. Вот. И сверху на нее можно кликнуть. И сбоку... Что происходит? Игра. Сюда можно пройти. Что здесь? Какая-то... Нет, это скорее даже не раздевалка. Может, баня? Да не, вряд ли баня. Вы что? Просто лавочки. Может, какая-то комната, где можно посидеть, поболтать. Может, еще что-то. Нет, это раз... Стойте, 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 стойте. Это же логично. Вот здесь людям что-то выдавали. А тут люди что-то делали. Это не раздевалка, потому что тут нет шкафов. Может, это какая-то курильня или еще что-нибудь. Так, хорошо. Подумаем. Двери. Двери. Это у нас все-то пока что прямой коридор до выхода. Я себе пути отступления выбираю, потому что мне кажется, что я все равно буду сейчас драпать отсюда. Тумбочка. Стол. Стол, кстати, скорее всего, не открывается. Вот карандашик у нас. Афига мне карандашик. Целая тумбочка с целым карандашом. Кстати, посмотрите, как тут тщательно все зачистили, когда убегали. Забрали все просто. Дофига всего. А, кстати, да-да-да, ребят. Кто-то... Да-да-да, писали мне в комментах, что комната с големами это арсенал. Поэтому здесь можно разжиться хорошим оборудованием, хорошим оружием и всякое такое. То есть, если это арсенал, логично предположить, что... Здесь хранились пушки. Ну, пушки, мечи и всякое такое. Ммм. Неплохо. Боевой топорик уже найден. Но только он мне не нужен. Но он прикольный. Давайте я его выложу. Чтобы не путаться. И положи его на стол. Он тут очень красиво будет выглядеть. Ладно. Топорик топориком. На полочках у нас ничего нет. Хорошо. У нас две тупиковые комнаты справа. Так? Так. Тройной проход налево. Куда он нас ведет? Три комнаты. Ох, блин. Я вас понял. Это сундук. Сундук. В сундуке восковая табличка. Очень приятно, блин. Так. Куртка. Куртка-куртка. Куртка кожаная. Ну да. Куртка кожаная. Кожа куртканая. Тут у нас этот боевой молот. Там топор. Тут молот. Хорошо. Да, я вижу признаки наличия оружия. Почему здесь я могу всю эту мебель таскать? Она же тоже железная. Почему в комнате, когда я хотел стульчиком чуваку подпереть, там были слишком тяжелые кресла? Ну вы серьезно? Так. Хорошо. Хорошо. Почему это? Я думал, что это три прохода ведущих в одно место, поэтому зашел сразу в средний. Но раз так, у нас тут получается еще три кабинета. Ага. Жетон с изображением круглого щита. Не то ли это, что я ищу? А? 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 Так. Жетончик. Иди сюда. Жетончик. Бутылочки. 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 А как мне? Это паук, что ли, нарисован, да? Ну, если это то, что я думаю, то с точки зрения тех, кто убегал, было крайне неразумно оставлять эту штуку здесь. Пойдемте третью комнату глянем. Я надеюсь, что это комната. А, это не комната. А это вообще коридор, если что. И тут у нас развилка. Эта комната, но она тоже с выходом. Блин, меня начинают путать. Меня начинают путать. Это отвратительно. Ох. Так, секунду. А тут тоже две двери, да? А, это все выходит в одно. Супер. Не-не-не, все, это хорошо. Я продолжаю вот смотреть на восток. Стараюсь, чтобы таким образом не запутаться. Продолжаю смотреть на восток. Ага, колонна с пятью. Дверь. С каким значком? Это со щитом? А у меня... У меня щит? У меня такой значок? Сейчас, секунду, ребят. Похоже, что это мой значок. Похоже, что это мой значок. То есть, по идее, здесь они меня должны пропустить? Тогда что там? А, тут свиток, кстати. Свиток. Два. Я надеюсь, это не свечка, я надеюсь, это свиток. Мне очень хочется, чтобы это был свиток. Так. Ну что ж, поехали. Эти големы оказались для меня непроходимым препятствием. Придется вернуться. Я был потрясен и встревожен, увидев, что они живы. Сначала я считал их неодушевленными конструкциями, продуктом волшебства, который я не мог понять. И все же я ощущал что-то в них. Будучи сведущим в некромантии, боюсь, что они могут быть результатом какого-то ужасного, куда более отвратительного, чем мое искусство. Что если все, что я вижу здесь, объясняется добычей душ для использования их в качестве источника силы? Ослабшие разумы заперты в вечной муке, служа какой-то неизвестной цели. Ужасное открытие. Вот. Стоп, ребят. Здесь нам впервые говорят о том, что добыча душ... Ну, то есть то, что мы все время и подозревали, но здесь нам впервые говорят об этом в открытую. Наверное, по-моему, впервые. О том, что добыча душ происходила для получения. То есть они их использовали как топливо души. Я вижу ящики. Сейчас, секунду. Я хочу тут свиток глянуть. Кстати, да, есть некоторые соображения. Давайте, ладно, я уже дочитаю. И потом попробую поделиться своими соображениями некоторыми. А, кстати, да-да-да, насчет свиток и старый свиток. Спасибо, что подсказали в комментах. На самом деле это очень подозрительно. То есть вот эти вот свитки и старые свитки, они, скорее всего, они очень сильно разбросаны по времени. Но потом смотреть нужно будет с новой перспективы на все это. Хорошо. Так. Извините, ребят. Боюсь иначе. Его придется остановить. Теперь я сожалею, что послал ему письмо. Он все равно не может спасти меня. Так. Я сожалею, что послал ему письмо. Конечно, Тавину могли слать письма разные люди. Но на секундочку, исходя из сюжета, не тот ли это парень, который у нас из прошлой Локи писал письмо Тавину. Потом Тавин послал к нему кого-то. Он говорит, Тавин не мог послать кого-то хорошего. И здесь он нам говорит, что, мол, блин, по-моему, вообще Тавин стал тем еще уродом. Может, он и был им. И всякое такое. Так, ладно. Карандаш. Спасибо. Супер находка. Коробочка. Спасибо. Ты кто? Воронка. Три сундука. С тремя бесполезными вещами. Так, свиточки, свиточки. Суиточки. Хорошо, эта комната у нас, кстати, тупиковая. Это еще лучше. Давайте мы, может быть... Я понимаю, что я могу пройти туда. Давайте мы по этому змеобразному коридорчику... А, нет. Вот, вот здесь вот дверка была. Да, да, да. Посмотрим, куда она ведет. Она на какой-то... Давайте он будет без выхода. Да, это склад тоже закрытый, без выхода. Суперски. Че я радуюсь. Ладно. Хорошо. Хорошо. Дайте мне лут какой-то, ребят. Но я не мог сюда просто так прийти. Да ну вы че? Тут все вынесено уже. Не шипи на меня. Музыка такая. Да, блин. Ну вы серьезно. Ну я же сюда же пришел. Ну дайте мне что-то разрабы. Ну нельзя так поступать. Блин, вообще голяк. Смотрите, все вынесено подчистую. То есть тут ребята прям пачками все это выносили. Серьезно, тут ничего нету. Так, хорошо. Давайте немножечко сопоставим некоторые факты. И посмотрим, насколько я прав или насколько я лев. Упоминание Тавина было... Ну у нас есть уровни до портала и уровни после портала. Как мне справедливо заметили, что прохождение через портал, мы теперь находимся очень далеко от того подземелья на три этажа, в которых мы изначально бегали. Но между ними есть портал, значит их все-таки что-то связывало. К тому же, если вы помните, когда мы первый раз подошли к порталу на третьем уровне, ну практически из него, это можно считать, что из него вывалилось два скелета. И я думаю, что они пришли именно отсюда. Теперь, как эти два места связаны? Как эти два места связаны? Допустим, допустим, здесь у нас какой-то определенный город и крепость. Там, на отдалении, находились всякие мастерские, лекарни и всякое такое. Стоп. А, да, 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 точно, 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 все нормально. Вот, то есть, возможно, они просто держат, ну, ну, блин, я не могу сказать, что это два разных мира, нет, вряд ли. Я думаю, что просто они держали связь через портал. А, ребят, голоса нету сегодня, вообще приходится рассуждать хребным голосом. Так, я думаю, что Тавин упоминался. Я не буду сейчас пересматривать все, переглядывать все чисто вот сейчас на соображениях. Я думаю, что Тавин упоминался у нас еще там, еще в подземелье. Сейчас, секундочку, ребят, я хочу, это смертельный номер. Не рыпайтесь! Я иду! Да! Это прокатило! Фух, значит, монетка. Круглый щит. О, щит. Хорошо, хорошо. Значит, это так работает. Я нашел... Я нашел проход. Получается, что там в начале, где были пауки, я бы не прошел. Ну, этот значок паука. Ой, блин. Давай только... Не блуждать сейчас. Так, секунду. Ау. А зачем ты так падаешь-то, дружище? Кстати, как там наш меч поживает? Он с камушком до сих пор и заточен. Ага. Ага. Что за звуки измениться сходят? Место довольно симметричное. Значит, мы пошли направо. Тут что-то вроде... Раздевалки. Уж не знаю. Доспех. Доспех. Кстати, латы против нашей кирасы. Угу. Угу. Неудобственно. Такое лучше от дробящего. На единичку, кстати, лучше. Импульса получше. Покрытие чуточку похуже. Но я думаю, что оно у нас будет еще и со спины прикрывать, мне кажется. Ну, то есть, наша кираса, она же... Смотрите, как... Смотрите, как выглядит. Тут меньше металлических пластин, и она короче чуть-чуть сзади. Ну, то есть, она спереди дает очень хорошее покрытие. Сзади чуть похуже. Я не знаю, что будет с вот этим вот. Так. Блин, а штук-то хорошая, кстати. Штука хорошая. А что у нас за сапожки? И сапожки тоже хорошие. Но на сапожки, кстати, похуже. От колючего похуже, от режущего похуже. Да и покрытие поменьше. Ну, кирасу я бы примерил, но тут, наверное, срабатывает еще такая фишка, что... Ой, здравствуйте. Ты кто такой? Великий меч. Блин, а почему он выглядит как Фламберг? Хотя нет, нет, нет. Есть с Фламбергом некоторые различия. Ха-ха-ха-ха. Значит, ребят, смотрите. Импульс у него, кстати, поменьше. Баланс такой же. Режущий такой же. Только у него еще троечка наколющий. И... Знаете, что я думаю? Я его, наверное... Я его возьму с собой. Не поменяю, а возьму с собой. Это выглядит как хорошая двуручка. К тому же, посмотрите, по длине... Он длиннее, чем этот меч. Им будет очень выгодно... Это... Тыкать. 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 Ха-ха. Ха-ха. Хорошо. Э... Кольчужные. Кольчужные. Не значит ли это, что они оденутся под мои? Погоди секунду. Нет, не значит. Я уже привык, что все кольчужные одеваются под мой шмот. Я думаю, я сейчас еще и перчаточки кольчужные одену. Будет вообще хорошо. Так. Что в третьем шкафчике? Минуточку. А вот это? А, ну да. Я думал, снизу еще отдельное отделение. А тут у нас кольчужная рубаха. С коротким рукавом. И пальто подбитое. А, погодите. А что это у меня заменит? Такую же. Кольчуга. Та, что ты делаешь, блин? Кольчуга. Кольчужная рубаха. Нет, кольчуга получше будет. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Но получше и покрытие, кстати, тоже получше. Хотя вещь хорошая. Не спорю. Ладно. Просто на секунду я сейчас чекну, как будет бронька смотреться. Мне интересно. Она должна быть... И, кстати, тут очки лежат. Какой-то рыцарь-аростократ у нас тут был. Ух. Кстати. Блин, а неплохо. А как оно будет интересно сочетаться-то совсем? Неудобство? Стоп. Тут два. Тут три. Понятно, что оно одно добавило. Ай, фиг с вами. Давайте я эту бронь с собой тоже возьму. Она стоящая. Ну, не будет хватать места, что-то выкину. Ну, как бы, не знаю. Она, по-моему, тема. Не хочу слишком быстро судить. Я ее просто с собой прихвачу. Раз от сета с прошлого этажа мы... Из... Это я коленкой сейчас ударился? Хе-хе. Я понимаю. У нас там сейчас рассуждения по сюжету стали на паузу. Просто, ну, раз уж мы лутаемся, чтобы не расслабляться. У-у-у. Понажи латные. Но они хуже, чем мои. Кольчужные поножи. Нет, погодите. Вот. Вот, 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 вот. Стоп. Латные поножи... Я понимаю, что вот эти заменяют вот эти, да? Вроде да. Пара латных набедренников. А тут у нас металл укрепляет прочный и легкий материал. Кстати, да. Ну, я смысла не вижу их разглядывать. Опять же, смотря, что они заменят. Ну, давайте попробуем. Да, они заменят именно вот эти. Но тогда мне смысла в них нету никакого. Они гораздо хуже. А тут у нас... Так, тут у нас все, что ли, да? Тут. А-а-а. Закройся, шкаф. Угу. А здесь у нас кераса. Обычная, но довольно прочная, кстати. Латная. Парать я ее не буду. И тут у нас есть меч. Ну, такой же обычный. У нас такой был в инвентаре. Хорошо. Хорошо, хорошо. Неплохая комната. Не спорю. И что еще самое прикольное? Самое приятное? Она тупиковая. Хе-хе. Хорошо. Отлично. Теперь. Здесь мы не были. Мы пришли отсюда. А, не, нифига не. Или... Тут кто-то ходит. Да, мы пришли оттуда. Давайте я зайду, если там кто-то... Заодно и меч, может, испытаем. Хватит меня по горбу бить. Суперинтересная дуэль в углу. Ну, нормально. В общем, я одной рукой зажал его оружие, а второй рукой пытался его фигачить. Не подумайте, что я это сделал нарочно. Я не такой мастер поединка. Так просто получилось. У него такая же кираса, как та, только эта сгнившая и черная. И вообще фу. И что... Что ты тут охранял, дружище? Не заблудиться. Надо сейчас выйти к тому же месту. Ты тут сортиры охранял? Серьезно? В сортирах копаться не получается. Я пытаюсь со всех сил. Как бы это плохо не звучало-то. Я пытаюсь со всех сил, но в сортирах копаться не получается. А тут у нас, получается, душевые, ну, душевые ванна. Ванная комната. То есть тут люди купались, там люди срались. То есть, если я увижу голема, мне бежать туда. Я понял. Хорошо. Но я тут вроде как ничего такого не вижу. Кроме ведер-то. Хм. Ладно. Так вот к чему я все-таки... Что упоминание про Тавина мы с вами видели еще раньше. Из этого можно сделать некий вывод, что эти две части связаны. Не то, чтобы вдруг открыли портал в подземелье и начали там крушить все подряд. Нет. О, блин. Тут, кстати, тоже тупичок. Кости игральные. Это кости? Или что это? Ты кто? Это чашка. А, это у нас вроде... Знаете, у меня даже такое ощущение, что я здесь был в прошлый раз, когда я сюда случайно забежал. Тут у нас такая столовочка небольшая. С бочками. Смотрите, тут в основном чарки везде стоят. Люди пили. Уж не знаю, что они пили. Просто приходили сюда водички попить. Или же что-то покрепче. Но... Так. И здесь у нас тупичок. О, это замечательно. Не знаю, тупики меня так радуют. Здесь тупик. Там тупик. Коридор, по которому мы пришли. И... Тут одна дверь. Две. Две. Ну-ка, давайте мы сюда зайдем. Стой, это не те шкафы, куда мы сейчас лазили. Нет. Это у нас меч. Это другая... Да, короче, это у нас место, где люди приходили, вооружались, разоружались, переодевались. Потом шли поболтать немножечко, выпить до смены или после смены. Уж кому как. Копье прям настоящее. Смотрите, какой проникающий. Ух ты ж, елки. Я хочу эту штуку взять. Знаете, мне хорошей тыкалки не хватало уже очень давно. Все-таки, наверное, этот меч оставлю. Уж не обижайся, мечок. Но... Я вот так вот, наверное... А я не могу его взять. Серьезно. Хорошо, значит, что я хочу. Я, наверное, хочу тогда выложить утреннюю звезду. Они по весу... Да, они по весу офигительно большие. А копье? Копье легче по весу, чем этот Моргенштерн. Поэтому, наверное, вот так... Ага, тоже не могу. Черт, я тебя тогда тоже выложу, извини, дружище. Ну, просто я не знаю, где я смогу еще использовать... Эти Моргенштерны. Я на дву... Ну, это на дуал-вилд. На двуручное. Двойное. Я их не одевал. Хотя у меня была такая идея. Вот. Но... Ау. Так у меня это не оправдалось. Вот эта фишка со щитом у меня тоже пока что не оправдалась. Кстати, может, надо было использовать на прошлом уровне против того монстра, который меня повалил. Ну, не на прошлом уровне, а в этом, в канализации. Ты у нас, Лебарда? Полэкс. А знаете что? Мне кажется, что вместо... Да, вместо копья... У него, кстати, проникающий 4. У него проникающий 4. А у Полэкса проникающий только 3. Но у него есть еще и режущий. Да. Я вот так вот сделаю. Я поменяю сейчас вот эту штуку. На вот эту штуку. Она чертовски длинная. Ей можно махать, тыкать. Я думаю, что это будет неплохо. Хорошо. Хорошо. Пока еще я не вижу сценарий, где это буду применять. Но то, что оно есть, это уже хорошо. Латные поны же, опять же, неплохие, но... Блин, что сапоги-то смотрю? Что сапоги высокие? Вот потому я их и смотрю. Но не дотягиваю. Хотя, ну, дробящего чуть получше. Импульс получше. Ну, не знаю. Не знаю. Нет, ребят, отколющего хуже. Не буду. Хорошие вещи я не спорю, но не буду. Так. Это у нас это же место. Я на всякий случай перекликиваю, проверяю. На всякий случай просто так. Мне интересно, для чего они вытаскивали энергию души. Это было для каких-то экспериментов? Или для... В этой раздевалке я был, да? Да, да, да. В этой я был. Тут, короче, было две раздевалки. Вот. Я вышел. Побежал к скелету. Во вторую я не зашел. Получается, первая раздевалка, вторая раздевалка. Ванна, туалет. И комната выпивания. Скелет. Все, этот уголок у нас зачищен. Так? Так, значит, мы сейчас возвращаемся сюда. И идем во второе крыло. Потому что, раз уж эта комната у нас была симметрична... Мне интересно, что это за ринг-арена. Это было для спарринг-тренировок? Или для чего это было? Ага. Ну, пойдем сюда. Так, минуточку, ребят. Тут у нас какой-то стол выдачи чего? Мишеней? Щитов? Что это такое? Что это за крученные спиральки? Это мишени. Все, все, все. Это луковые, лучные мишени. Так, в столике у нас ничего нет. Столик прокликать. Ну, в нем вроде ничего. Давайте я даже подойду. Вдруг я не достаю до него. Хорошо. Значит, мы пришли... Мы пришли отсюда. Значит, сейчас можно зайти сюда. Тут пусто. Тут нету этих уродов. А-а-а! Тут другой символ. Тут другой символ. До свидания. Закрываем, чтобы я знал, что я там еще не был. А на двери не нарисованы? Нет, на двери не нарисованы символы. Хорошо. Туда я пока не пройду. Я могу пройтись сюда. Еще не забывайте, что было у нас по центру, куда можно было заглянуть. Тут какие-то... Да! А, вот, собственно, и шутер рейндж. То есть, ну, это, стрельбище. Здравствуйте. Ай! Неплохо. Неплохо. Скелетики улетают. Мне кажется, там еще один ходит, да? Ну, меч остается заточенным. Камень пока на месте. Надеюсь, это так работает. Боевой молот у парня был. И шлем. Шлем платный. Хороший, но не более того. Тут, получается, тренировались лучники. Игра! У меня к тебе вопрос. Где луки? Черт побери, если здесь были лучники, где мои луки? Где мои арбалеты? Где мои... Хоть что-нибудь, блин. Я могу еще понять, почему наш, например, парень... Ну, не умеет он метать ножи. Окей, он не профессиональный солдат. Все хорошо, с этим все понятно. Где мое стрелковое оружие? Вы сделали здесь целый шутинг рейндж? То есть, это подразумевало, что здесь было стрелковое оружие. Где оно? Хорошо, с одной стороны у нас была кладовая, с другой стороны у нас было место для тренировки лучников. У меня такое ощущение, что у меня в правом ухе кто-то где-то ходит. Так, тут что? Тут я просто возвращаюсь. Нет, стоп, ребят, я куда-то не туда забрел, погодите. Мне нужно понять, где я. А, я отсюда пришел. Все, все, все. Я пытаюсь держать в голове себе хоть какую-то маломальскую и понятную карту, чтобы знать хотя бы, где я нахожусь просто. Зачем это место? Это не выглядит как что-то... Возможно, это тоже, кстати. Смотрите, тут какие-то штыри, возможно, там висели какие-то мишени. Это тоже могло быть... Хотя тут тоже могло что-то висеть. Тут лавочки. Возможно, это был тоже какой-то... Или для стрелков. Может быть, для метателей, кстати. Метатели, ножи или всякое такое. Тут расстояние не такое уж и большое. И тут вполне могли тренироваться метатели. Дверь сюда. Сюда двери нету? А, есть как-то нету. Ай, блин. Как здесь проходов-то? А... А здесь такое же помещение. Теперь в левом ухе кто-то ходит. Здесь такое же помещение, посмотрите. Полочки, с которых можно было брать, наверное, те же самые... Ножи, топоры... Уж... Не знаю. Я тут какие-то дикие круголяны ворачиваю, да? Ну, смотрите. Вот это вот тоже выглядит, как... Метательный полигон. Да, выйди, пожалуйста. Ну, гляньте. Тут явно висит лампочка для подсветки. Здесь могли стоять какие-то ребята. Что-то в ту сторону кидать, брать, допустим, вот с этих вот полочек. Хорошо. Это выглядит, как, ну, тренинг граунд. То есть, ну... Вот, всё, я понял, что это за место. Всё сошлось, наконец-то. Выглядит, как... Где они тренировались. А вот, например, центральная арена. Куда выходили... Сюда можно пройти. Серьёзно. Ау, я себя дверью не ушатал. Что? Мне там в центр стоит заходить или нет? Я не вижу там ничего интересного для себя. Тут, кстати, вход только с двух сторон был. Ладно, ребят. Хорошо, тогда что здесь? Ладно. Ладно, ладно, ладно. В общем-то, блин, у нас кусочки сюжета, которые я пытаюсь сегодня рассказать. И не офигеть, какие разорваны. Извините, я надеюсь, вам не сильно это по ушам давит. Потому что я только что пытаюсь рассказать. И случается что-то, что я что-то вижу. У меня в игре что-то происходит. И я пытаюсь... То есть мне нужно или стоять что-то рассказывать, или просто ходить. Блин, тут куча всего. Ладно, согласен. Это выглядит как место... Ну, вряд ли тут кто-то что-то сидел, писал. Хотя, коробочка. А нет. Сержант бутылки давно испарилась. Бутылки, бутылки, бутылки. Вот. Я что думаю? Что изначально они просто отделили свои лаборатории и мастерские на более дальние расстояния. Здесь у них проходили именно опыты с магией. Какие-то с некромантией. У них случилась какая-то фигня. Было... Скелет. Ну, дружище. Ну, ты ко мне прибежал без... Без оружия... В смысле... Блин, а скелетики здесь хитые, шустрые. Смотри, он пытается мне за спину зайти постоянно. Ты живой, нет? Нет, ты все уже. Они здесь очень хитрые, очень шустрые. Прибегают, забегают такие. Ну, нормально, он меня даже поцарапал. Откуда ты прибежал? Может, тут тоже проход есть. Тут шкафчики. Вот. Помните, у нас там было сказано, что они заранее начали к чему-то готовиться. Скупать оружие и всякое такое. То есть, что-то приближалось, и они что-то это знали. Какие-то эксперименты у них, видимо, то ли шли не так, то ли... Кстати, шлем, ладно, неплохой. Ну, неплохой, и не более. Вот. Здесь у нас просто туалет еще один. О своих солдатах они думали, туалеты для них есть. Чувак из сортира прибежал. Или в шкафу тут рылся, какую бы снарягу забрать. Тавин, мне кажется, это какой-то или главнокомандующий, или какой-то возглавитель экспедиции, или, ну, что-то такое. Потому что изначально люди ему верили, говорили тот-сет, потом сказали, что он, типа, свихнулся, и теперь ему не стоит доверять, и теперь вообще происходит полнейшая дичь. Вот. Блин, две двери. Это плохо, что две двери. Где я оказался? Зачем я оказался? Стойте, а это место... Привет, дебилушка. Это место выглядит знакомым, если уж на то пошло. Так, тут у нас... Да, вот места... Такие уже более-менее знакомые. Так, тут мы были. Ты, дружище, ты же не рыпнешься? Которые стоят просто так, они стоят просто так, да? С ними проблем не будет. Так, у нас тут некий, ну, треугольник, грубо говоря, на карте. Вот этот вот каменный. Все, я понял. А откуда я вышел? Я вышел отсюда. Тут сейчас должна быть вторая дверь. Да, вторая дверь. А, вторая дверь нам, кстати, важна. Потому что, как минимум, здесь есть рубин. Что неплохо. Давайте мы его вот сюда в коробочку. Отлично он даже поместился. У нас коробочки заканчиваются. У нас есть рубин, у нас есть табуретка, об которой я спотыкнусь. Она мне будет мешать. У нас есть камушек. А камушек это всегда хорошо. Особенно, что учитывая, что я потратил один. Я уже не знаю, он тратится, кстати, там или нет. В этом мече. Ну, у него офигительный режущий стал. Но я думаю, что он в скелетах это не особо замечается, не особо ощущается. Поэтому мы это, наверное, будем проверять, когда встретим кого-то живого. Не, ну скелеты падают, и то хорошо. На них же вроде как больше дробящие нужно, но я Моргенштерны повыкидывал. Я молодец. Насчет, кстати, скелетов из подземелья, из канализации. Да, ребят. Указали мне, что это... Ими движут живые тентакли. Еще, да, вот в комменте было, что они неразумные. Ну, я не знаю. Мне, кстати, это показалось таким микроспойлером, потому что я бы, например, этого не знал бы, пока не пришел бы, и мне это потом было бы ужасом, наверное. Вот. Но я очень ценю ваши советы, ваши подсказки, но вот такие вещи, пожалуйста, наверное, не говорите мне, что вот этот враг, вот с ним вот так вот, вот так вот. Потому что, ну, я планирую второе прохождение, и мне бы хотелось бы некоторые неизвестные вещи оставить на второе прохождение, чтобы не полностью потом бежать по накатанному. Не обижайтесь, но вот советы советами, это да, круто, а спойлеров, пожалуйста, не нужно. Вот. Так вот, почему эти скелеты рычали? Ну, то есть, я могу понять, что они были в тентаклях, и... О, здравствуйте! Да, это проход дальше! Там такой же щит я видел. Пожалуйста, наверное, надо быть просто немножечко аккуратнее в том, что вы говорите. Вот. В любом случае, я очень благодарен за ваши подсказки. Лучше бы вы мне про фонарики сказали, серьезно, что их можно включать. Это не было бы спойлером, но вы бы себе два часа времени облегчили бы, наверное. Так, хорошо. Не хочу прозвучать неблагодарной скотиной. Так, ладно, ребят. Латные рукавицы, та-та-та-та-та-та-та, но они, типа, да, хорошие, но не то. Я продолжаю сравнивать, но я не думаю, что на этом этаже, если я не найду какую-то легендарку, то я вряд ли найду что-то, что я на себя одену. Вот в чем прикол. Мне сказали, что тут можно хорошо прибарахлиться. Да, шмоточки здесь неплохие в самом-то деле, но... Но. Но это все для меня уже, ну, так скажем, мало. Вот. Если я отсюда вынесу хотя бы одну шмотку, которая мне прям реально... Здравствуй. Ты откуда здесь взялся, дорогой? Вот он сейчас неплохо нарвался. Все. Он такой пошатался, пошатался еще. Встать, встать, не встать, встать, не встать. А, пофиг, лягу. Так, у них у всех боевые топоры, но это понятно. Здешняя бывшая стража, скорее всего, она с ними ходит, с этими боевыми топорами. Хорошо. Что у нас осталось? У нас... Ну, в смысле осталось. Остался у нас, конечно, еще целый этаж. Хе-хе-хе. Секунду. Ну, по крайней мере, я теперь могу пройти туда, где големы со щитом. Ну, с этим... У-у-у, здравствуйте. Да. Многие теперь приходят к нам. Наверное, хотят быть готовыми к тому, что нас ожидает. Приятно видеть свежую кровь. Но меня беспокоят последствия их эгоистичных поступков. Не за тем мы здесь. Многие приходят к нам. То есть, там в городе, снаружи, мы будем говорить, что это крепость, а там снаружи город. Давайте так определимся. Там в городе начал твориться звездец. Он приближался потихонечку. Но когда он подошел к городу, в одну часть начали убегать Чубаки. Вот его что-то выловили. Эту Чубаку, она тогда от них в городе сбежала и убежала туда, в крепость. А вот сюда начали сбегаться люди, потому что, наверное, здесь безопаснее. Ух ты, а что за шлем-то такой? Прям архангельский какой-то. Но он лучше, чем мой. Кстати, по покрытию нет. По покрытию нет. Но по режущему. Ну, кстати, по колющему, по режущему и по неудобству. Он очень хорош. Может, взять с собой эту кастрюльку. В нашей керасе вплетены металлические пластины, а этот цельнометаллический. И он от дробящего прям на единичку круче прикрывает. А от колющего чуточку хуже. Одеть, не одеть. Ну, он чем хуже? У него чуть больше неудобства. Ну, это такой, на самом деле, сомнительный параметр, как мне уже сказали. И у него покрытие наполовинку меньше. Короче, знаете что, ребятушки? Давайте я, наверное, вот эту серию закончу. Здесь, с этим шлемом, с вот этой вот керасой. Меня интересует... Ну, как бы, эта кераса выглядит хорошо, но меня интересует, как она... Ну, то есть, помните, был такой... Ну, не спор, был такой разговор о том, что вещи из одного сета лучше друг с другом сочетаются. Это дает чисто неудобства или еще и какую-то дополнительную защиту. Потому что, честно говоря, я бы, наверное, сейчас одел бы железку на себя, но она тогда у меня будет выбиваться из всего сета, который я ношу. Вот. Она чуточку получше, да, чуточку больше неудобства, но она чуточку получше. Я бы, наверное, все-таки ее бы одел. Скажите, что вы думаете? Стоит одевать... латы на себя или продолжать бегать в керасе. Ну, вот. Ну, что вот вы статы видите у себя на глазах. У керасы... Ой, у латов лучше защита от дробящего. Вот. Но она такая довольно-таки хорошая бронька. Кто за латы, кто за керасу, говорите, пожалуйста. В любом случае, следующую серию я не запишу точно, пока не выйдет это. Там еще скелетик бродит. Вот. У нас есть проход уже через двое ворот, через монетку щита круглого и щита геральдического. Вот. Пойдем мы, наверное... Я не знаю, куда мы пойдем, но сейчас я себя чувствую чуточку-капелечку поувереннее, чем раньше. Я увиделся, что это работает. Тут мы серию, ребятушки, закончим. Пишите в комментах свои мнения, свои высказывания, свое то-то-сё-то. Хотел вам сегодня рассказать побольше по сюжету свои догадки, но так уж не получилось, потому что, не знаю, как-то здесь напряжно ходить. Короче, ладно, извиняйте. Если кто-то рассчитывал на большее. Вот. Все, ребятки. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Все молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!